привет дороги мои сегодня будем собирать торнадо купили запчасти поршневую клапана вчера я день отдыхал ничего не делал шел заливенный дождь целые сутки шел налил воды море же крыша протекла сарае которым не текла уже лет 15 сейчас притрем клапана поршневую заводилку соберем деду мопед и займемся тогда honda так но сегодня китаец так смотрим что у нас тут поршневая 72 куба на в ее прокладки все хорошо это пока нам не надо клапанцы новые клапанцы оказывается и столько разновидностей не так-то просто заказать но я разобрался если длина разная и длина вот это разные 95 6 и не 64 и не помню в общем разная длина модель пишут одну так колодки новые и на заводягу моторная цепь я забыл надо обязательно поменять моторную чеку на но там просто в кошмарном состоянии просто кошмарный моторная цепь и бензик потому что у него не работал старцев из-за выноса я что-то сомневаюсь я думаю там больше аккумулятор виноват там сбит вот эти зубья я думаю что он не заст не зацепал купили то это чтоб наверняка так вот притираем клапана собираем мопед и все вот тут нагоревший как надо все вычистить выковырить и притереть новые клапанишки а будет огонь поставить новые колпачки и все будет хорошо так ну один клапан я уже притер впускной час выпускной я вот крупный притиркой потер вот сейчас потру меленькой и головка будет готова как бы надо будет моторную цепь моторную цепь поменять и собирать назад все это дело это черновая сейчас чистовой и все я думаю что хорошо очень хорошо этот шланчик с карбюратора так он на клапана и одевается плотно и аж не снять потом трем дальше тру обычно песню включаю по европе плюс одну песню прослушиваю и дорож так ну дорожка хорошая чистая без раковин на клапане тоже все хорошо будем собирать я думаю будет все хорошо сразу поставим масляный колпачок новый это грешка попала так масляный колпачок новый раз тут у нас все вычищен все вымот все хорошо вставляем клапанок fdf фирма fdf рыночки моем ставим раз два чашечку чашечку помыть сухарик 1 сухарик 2 ну и ставим вот так вот раз сейчас зальем сюда бизинчику и посмотрим что у нас получилось я надеюсь что разбирать не придется так смотрим все прекрасно все сухо бензин не течет этот клапан я уже проверял все с головкой все с головкой все сейчас помоем всю эту требуху гайки коромысла расплетал все вот такое вот черное такого вообще-то я не видел никогда чтоб такое черное было что за масло он то долил сейчас все это дело помоем и будем менять моторную цепь так ну что начинаем процедуру замена цепи противную потому что она неудобная неудобная процедура а цепь менять надо потому что она страшная страшная при страшной вроде принтри приловчился вроде приловчился упак вот так наверно вперлась раз опа разошлась сейчас раскручу новую таким способом ну вот так вот я связал новую и старую сейчас ее протянем вот так взять только чтоб маленького натяг она была так вот 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 ну сейчас новую соединил и можно будет ставить паршневую так что тут неудобно но надо как-то выкручиваться так и как-то надо плоскогубцами и об щекать это что-то не попадает надо шевелить и теперь моим этим приборчиком додавить ее до конца цепку как бы на этом будет цепью покончено подсмотрел я где-то этот метод в интернете не сам придумал вот эту разбиралку ну и все все цепка готова сейчас тут все попросираю и будем ставить поршень так ну что раскрываем прокладочку все нужные все есть эту поставим сразу головку вот такая же поршневая fdf стояла когда первый раз я собирал этот мотор над ездила очень много годов и как бы еще и приехала сама и как бы еще может ездила поездил если бы карбюратор 550 тысяч раз не снимали бы все хорошо я думаю кольца а все мазутки или дольщики как вот это мне нравится отношение консервации запчастей поршенек сейчас помоем и поставим кольца так ставим колечки ничего тут хитрого как обычно какие-то желтые как обычно а это замком другой стороны так напротив раз очень хорошо очень хорошо потом идет черная буковками кверху и для вас а потом идет остальное тоже буковками кверху ну вот в принципе в принципе сейчас поставим муштопорку поставим пальчик и соберем и поставим поршень без пальца неудобно за когда палец стоит она закручивается туда а раз пин на впуск разводим один замок сюда другой замок сюда вот так раз а эти наоборот получается вот тут замок тут замок вот тут замок вот тут замок вот сюда получается здесь нет сообщения и здесь нет чтобы каждая каждый разрыв был перекрыт кольцом что здесь что здесь мы все берем палец палец помазанный тоже и будем ставить так ну что мажем мажем маслом ставим горшочек ставим горшочек главное запихать цепь пихаем отверточку и вставляем паршенек паршенек главное не не торопиться должно все скачать само вот так главное не торопиться чтобы все пошло легко и свободно если не идет ни в коем случае не надо колотить если не идет что-то мешает вот тросик попал вот все вот у нас пол дела сделаю ставим башмачок длинной стороной туда у него ложим цепь поршень надо подтянуть к верху ну примерно так масло вытираем все вытираем все у нас хорошо все у нас чистенько вот тут главное чтобы подголовкой не было никакого мусора ничего если прокладка будет пропускать будет дымить если прокладку поставить на мусор она плотно не прижмется а это значит будет из масляного канала сосать в поршневую масло ездить будет так что ребята смотрите чтоб здесь между головкой и цилиндром не было грязи ставим голову вот так очень хорошо ну почти получилось а